Сторонники движения за жизнь, Pro-Life, это название, которое я дал придуркам, поддерживающим жизнь, которые действительно считают, что жизнь хороша. Однако задумывались ли они о том, с какими страданиями сталкиваются живые существа? Им приходится терпеть кипячение, сдирание кожи, ожоги, пытки, болезни тоже приносят им невыносимые мучения. Эти чудовищные страдания никто не заслуживает. И тем не менее, эти невежды думают, что жизнь прекрасна. Вероятно, потому что им повезло оказаться среди немногих избранных, которым живется хорошо. До поры до времени. Жизнь непредсказуема, и такие страдания могут коснуться каждого. Сейчас им живется хорошо, ведь они в привилегированном положении. Поэтому они считают, что жизнь прекрасна и должна продолжаться. А вымирание — это ужасно. Это самая безнравственная и эгоистичная философия, какую только можно придумать. Мол, пусть другие страдают ради моего благополучия. Это настоящее определение садизма. Давайте рассмотрим некоторые удовольствия, которые существуют в нашем мире. Например, это секс, музыка, вкусная еда. А теперь давайте вспомним о страданиях. Изнасилованиях, голоди, болезнях. Как вы думаете, может ли существование такого удовольствия, как секс, оправдать изнасилование? Может ли существование вкусной еды оправдать голод? Нет. Для любого чувствующего существа отсутствие боли важнее, чем получение удовольствия. Даже для вас. Я слышал, как некоторые недалекие люди говорят такое. Ладно, давайте же работать над созданием лучшего мира, где страданий будет меньше. Где большинство чувствующих существ не будут мучиться. Допустим, 99% людей испытывают удовольствие. А что насчет оставшегося одного процента? Что с тем одним человеком? Этот один процент имеет для меня значение. Я – сторонник вымирания. Для меня единственное, что имеет значение, это искоренение страданий. Следуя той же логике, сторонники движения за жизнь могут оправдать групповое изнасилование. Если 99 человек испытывают удовольствие, а страдает только одна девушка. Не так ли? Такая же логика у тех, кто поддерживает жизнь любой ценой. Хорошо, я испытываю удовольствие. Пусть другие страдают, раз уж мне хорошо. Каждый сторонник движения за жизнь по этой логике равен насильнику. Единственным путем к лучшему для нашего общества, для всех чувствующих существ, для всеобщей помощи, является вымирание. Для тех, кто не знаком с этим термином, экстинкционизм – это движение, которое ставит своей целью полное исчезновение всех чувствующих существ. Мы не хотим, чтобы чувствующие существа бессмысленно страдали, варили заживо, пытали, топили или сжигали. Мы этого не хотим. Мы хотим мира.